Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел во время крушения на северо-западе страны. Согласно сообщению частного информагентства в Иране, Тасним, в результате падения вертолета погибли по меньшей мере 8 человек. Гибель Раиси и остальных пассажиров и команды подтвердили, в частности, иранское агентство Мехар и неназванный по имени иранский чиновник в разговоре с агентством Брейтер. Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью Раиси и других находившихся на борту потерпевшего крушения вертолета. Кабинет министров выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что сбоев в управлении страной не будет. Исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Махбер. Вертолет Раиси в воскресенье потерпел крушение в горной местности недалеко от Ирана-Азербайджанской границы. Поисковым работам мешала плохая погода. Больше об авиакатастрофе через минуту в нашем выпуске. Это кадры из Ирана. Всю ночь утра там продолжалась операция по поиску потерпевшего крушения вертолета с президентом страны на борту. Первые сообщения о крушении появились накануне вечером. Вертолет обнаружен в 30 километрах от поселка Тавал на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. Вертолет врезался в гору. Пассажирами вертолета были президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хасейн Амир Абдуллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и Аэтала провинции Тибриз Али-Хашим. Иранское агентство Мехр сегодня утром сообщает, президент Ирана и все, кто был на борту вертолета, погибли. Смерть Раиси подтвердил вице-президент Ирана Максен Мансури. Вчера вечером, когда появились первые сообщения о пропаже вертолета с чиновниками на борту, иранские СМИ призвали молиться за президента Раиси. И вот что происходило на улицах Тегерана. СМИ призвали молиться за президента Раиси. Иранская республика и раньше теряла великих личностей. Мы определенно будем молиться, чтобы ничего не произошло, и президент Раиси был в порядке. Но Иран точно не будет разрушен таким инцидентом или даже потерей икон у власти. Иранский президент летел в город Тибриз из иранской провинции Восточный Азербайджан на границе с Азербайджаном, где он встречался с Ильхамом Алиевым, участвовал там в церемонии открытия дамбы на реке Аракс. Первоначально сообщалось, что из-за плохой погоды вертолет совершил жесткую посадку в горной местности у города Верзиган, недалеко от Ирана-Азербайджанской границы. Причем два вертолета сопровождения долетели благополучно, но с президентским вертолетом связь была потеряна. Ибрахим Руиси было 63 года, президентом Ирана он стал в июне 2021-го, а до этого возглавлял судебную систему страны. Еще в возрасте 21-го года Руиси стал прокурором сразу двух крупных городов, а в 25 заместителем прокурора Тегерана. Через три года он, как утверждается, оказался среди четырех судей, которые заседали в так называемой смертоносной комиссии. Они выполняли распоряжение лидера исламской революции Айталы Хамини по убийству нескольких тысяч противников режима. В 2019 году США наложили на Раиси персональные санкции за нарушение прав человека. Сейчас в нашем эфире Игорь Семиволос, директор Украинского центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Что ждет Иран после гибели президента Раиси? Ну, относительно каких-то серьезных потрясений я не ожидаю. То есть это в ближайшее время. Понятно, сейчас все будут заняты похоронами. И, соответственно, мы увидим определенную консолидацию общества вокруг Исламской республики. Но, с другой стороны, я могу сказать точно, что на среднесрочной перспективе, а именно когда речь пойдет о новых президентских выборах, то мы увидим определенные проблемы с управлением. И, соответственно, вполне возможно, что как раз дестабилизация начнется в этот период и позже. То есть в данной ситуации, я думаю, опять столкнутся две очевидные линии. Это умеренная линия, которая представлена, собственно, реформаторами. И консервативная линия, которая представлена корпусом стражи Исламской революции. И вот есть последняя группа за последние несколько лет потеряла достаточно влиятельных сторонников и влиятельных людей, и, собственно, в значительной степени ослаблена. А вот, Игорь, можете пояснить для наших зрителей? Рейси называли преемником Аэталы Хамени. Правильно ли я понимаю, что в Иране, в общем, президент является не единоличной такой верховной властью? Объясните вот эту конструкцию властную. Ну, собственно, это последствия исламской революции, республиканизма, элементов республиканизма в исламском и ирамском обществе, поскольку существуют как бы две параллельные системы. Несомненно, на вершине этой пирамиды правительственной правительственной пирамиды находится Аллах, и, собственно, Аэтала Хамени или Хамени в начале, они были как бы его соответствующими реализаторами его воли. И основная глючевая власть, конечно, принадлежит им. То есть политические решения, решения, от которых зависит судьба государства, принимаются этими людьми. Но, условно говоря, республиканская структура тоже играет очень важную роль. И в последние годы мы увидели размывание республиканизма, то есть практически превращение его в некий фасад, не имеющий внутреннего смысла. Но, тем не менее, уже было не раз, когда, собственно, вот эти республиканские элементы, они играли важную роль в иранской истории. А исполнительная роль, по сути, принадлежит президенту, и в этом плане он достаточно важная фигура политическая на иранской времени. Ну вот по конституции Ирана после гибели президента новые выборы должны пройти в течение 50 дней. Вот тут, учитывая то, что вы сказали, можно ли ожидать какого-то изменения внутри или внешнеполитического курса Ирана? Ну, наверное, в том числе, особенно нам интересна, в частности, конфронтация Ирана с Израилем. Да, несомненно, эта тема будет подниматься. И тут надо понимать еще один момент. Все-таки некое религиозное мышление многих членов иранского общества, то есть гибель достаточно влиятельных людей в течение короткого времени, представляющих консервативную точку зрения, она может воспринято быть и как часть некого божественного плана. Поэтому здесь можно поговорить о том, что дискуссия будет достаточно серьезной. Если же они попытаются закрутить гайки полностью и отстранить от возможности участия в выборах, скажем, умеренную группу, то здесь мы опять-таки можем говорить о дальнейшем ослаблении вообще республиканизма и усилении диктатуры. В условиях иранского экономической ситуации, в условиях иранского политического раздрая и, собственно, недавнего восстания, это крайне опасное направление движения. Да, вот как раз в Иране были протесты, насколько я понимаю, они периодически продолжаются. Можно ли ожидать сейчас их усиления? Прямо сейчас нет, но опять-таки выборы являются аккумулятором. Вообще вся эта история имеет кумулятивный эффект. То есть мы увидим результаты всего этого чуть позже. Но, несомненно, сейчас активизируется оппозиция, несомненно, активизируется оппозиция за границей, несомненно, получит новое дыхание протестное движение. То есть во многом эти события являются символическими и крайне важными для того, чтобы прогнозировать будущее Ирана. В любом случае, иранской власти и иранским айатолам навряд ли удастся стабилизировать достаточно быстро ситуацию. Они должны будут принимать решения, в том числе решения, о которых вы говорите. Вполне возможно, что для стабилизации ситуации необходимо отказаться от экспансии в другие страны. Игорь, спасибо вам огромное. Будем за этим развитием ситуации следить. Вместе с вами Игорь Семиволос, директор Украинского центра ближневосточных исследований в эфире настоящего времени.